Портал детали 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 разорвать всякие отношения с Израилем, свернуть нормализацию, прекратить торговать с Израилем, ну и так далее. И насколько я могу судить, они не добились этой цели. Несмотря на то, что мы видим, что отозван посол Иорданский, вроде как отозван или не отозван, очень странно, как это история, с бахрейским послом, но в обоих случаях, с одной стороны, Бахрейн – это страна, в которой большинство населения составляют шииты. Среди этих шиитов много недовольных правящей его властью, потому что власть там в руках суннитов, а суннитская элита не делится этой властью с шиитскими подданными. Плюс Бахрейн давно входит в зону иранских аппетитов. Они называют, иногда там даже проговариваются иранские официальные лица, говорят, что это вообще наша провинция, он должен вернуться, Бахрейн, в родную гавань. И поэтому там есть сильное иранское влияние, поэтому там легко очень спровоцировать беспорядки, и поэтому, опять же, понятно, что власти, власти Королевства, они будут пытаться делать разные шаги, декларативные, чтобы, значит, не спровоцировать взрывонедовольство. То же самое в Иране, где подавляющие вещества населения палестинские арабы, поэтому, естественно, что самые демонстрации эти массовые разрешатся будут, и король будет критиковать Израиль изо всех сил, и, в общем, все, что мы наблюдаем. А правящие элиты там из бедуинов, да? Ну, там есть король, который представляет правящий долг, это выходцы из области хиджаза, из некой Медины, то, что называется, и они опираются на бедуинские, в первую очередь, планы, и на бедуинов, и на черкесов, если не живаясь, но есть еще черкесская гвардия. В общем, у них, да, у них, получается, опора именно на них, а не на подавляющее большинство населения, которые палестинские арабы. А вот Эмираты, и Саудовская Аравия, они, говорят, дают совершенно другие сигналы, и мы слышали, как представители Эмиратов заявили, что Авраамовые соглашения, они очень ценны, и нельзя допустить, чтобы они пострадали, поэтому мы будем стараться изо всех сил сохранить их. А из Саудовской Аравии, мы слышали заявление о том, что как только эта война закончится, мы вернемся к процессу нормализации с Израилем. Так что получается, что Иран пока не добился своей цели, я бы положил, что они будут стараться раскручивать эту напряженность, при этом одновременно, естественно, стремиться стараться, чтобы она оставалась с их точки зрения управляемой, потому что, ну, бывает, что такие процессы опасные, они могут выйти из-под контроля, и тогда уже пойдут совершенно не туда, куда хотелось бы там иранцам, и я думаю, что они это тоже понимают. Так что я бы сказал так, что на данный момент, поскольку цели не достигнуты, то сворачивать эту операцию, если угодно, спецоперацию, да, им нет особого резона. Но и расширять ее, я так понимаю, тоже они не стремятся, то есть примером тому явилось разрекламированное выступление шейха, извините за выражение, насрало, в которой несколько дней шла промоушен такая довольно сильная, и вот тысячи мусульман собрались там у огромных экранов для того, чтобы послушать великого шейха, кстати, выходить, он уже, если не ошибаюсь, лет 15 не выходит из бункера, а то и 20, потому что понимаешь, как только он оттуда высунется, его сразу грохнут, вот, и в результате гора родила мышь, то есть все вот, все это выступление шейха насрало, ну, там, всякими угрозами, там, американские, вы думаете, что мы боимся ваших авианосцев, мы их потопим, из лука, да, там, и понятно, ну, и так далее, то есть и итог, то есть, что он хотел этим сказать, то есть вот как, как восприняли его выступления на Арабской улице, что это было? Ну, мы можем видеть, как его стали высмеивать, конечно же, полностью все, там, палестинцы в первую очередь, но не только, все, кто, все представители, так сказать, арабского общества, которые с недовольством смотрят на то, что тут утворяет иранский режим и его сателлиты, они все, конечно же, прошлись по, понасрали, там, карикатуры такие появились, что, ну, может, да, ему стоит, в принципе, поискать, посмотреть, как они его изображают, что он, его речь, как я это вижу, его речь заключается, он должен был выступить, потому что он уже не мог молчать, да, на него шла острая критика со стороны, в первую очередь, палестинцев и тех, кто поддерживает, тех, кто поддерживает палестинцев, тех, кто поддерживает Хамас, особенно, он не мог, конечно же, больше хранить это молчание, но главное, что он сказал, он сказал, что мы уже воюем, то есть, от него все спрашивали, когда же все требовали, чтобы Хамас требовал, чтобы Хизбалла вступила в войну, как можно скорее, на это он им отвечает, что, а я уже воюю, я, вообще-то, с 8 октября мы сажаемся, мы несем потери, вот, мы причиняем потери Израилю, мы оттянули на себя, он заявил, огромное количество израильских войск, которые не участвуют в операции в секторе Газы, потому что Израиль вынужден постоянно держать их в полной боевой готовности на северной границе, ну вот, мы их тревожим там, мы наносим по ним удары, поэтому не надо думать, что мы тут сидим в стороне, вот это было главное, что он хотел сказать, то есть, он должен был объяснить и, так сказать, оправдаться, почему он до сих пор там не взял штурмом Хайфу или хотя бы Трилью, как угрожал, потому что у них там есть планы, якобы они там готовы заплатить всю Галилею там с одним стремительным наскоком, при этом он, было видно из его слов, следовало, точнее не видно, а следовало из его слов, что он, похоже, действительно не очень-то понимал, что задумал Хамас, потому что, в принципе, такая операция, то есть, нападение на израильские поселки, убийство максимального числа, максимально возможного числа мирных людей и создание картины даже не столько победы, сколько создание картины хаоса, то есть, показать, что израильское общество, израильское государство полностью дезорганизованно. Такой план у Хизбалы тоже есть. Не будем говорить, что он был, потому что он есть, сохраняется у них. Но из-за того, что Хамас использовал план, получается, что Хизбале его использовать будет намного сложнее, потому что Израиль уже готов. Все уже видели, что будет, если позволит такому происходить, отсюда и вот усиление готовности и полиции, там, пограничников на северной границе. Ну и потом, наверное, они видят... его речь была... Они видят, во что привнощается газа сейчас, да, то есть, это тоже очень важный момент. Совершенно верно. Это еще другой фактор, который вынужден учитывать на Сралла, на него сильно давят вливание. Опять же, сильно давит это преувеличение, потому что рычагов серьезного воздействия на Хизбалу, который является самой могущественной группировкой в Ливане. Такие рычаги мало у кого есть, но тем не менее, он все-таки вынужден... У него двойная роль, да, он с одной стороны это группировка, которая создана Ираном, и которая... Цель которой противостояние с Израилем, но с другой стороны это политическая сила внутри Ливана, и поэтому вот, когда он вспоминает свою вторую роль, он вынужден все-таки делать вид, что... Хотя бы делать вид, да, что ему из дела до Ливана, и он... Все помнят, что было в 2006 году, и все уверены, что сейчас будет еще хуже. Сейчас ответ Израиля будет намного сильнее, намного жестче, намного больнее для ливанцев, поэтому ему тоже особо не хочется втревать в эту войну еще и с этой точки зрения. Но, естественно, что все это может измениться, потому что он... Вот что он тоже там сказал, мы будем действовать в зависимости от ситуации, в зависимости от того, как будут развиваться события. И если он сочтет, что условия в Израиле сложились так, что он может нанести более серьезные, более тяжелые удары, то он его, конечно же, нанесет. Михаил, а вот где эта граница? Ну вот они на медленном огне подогревают ситуацию, обстреливают, там летит Декирьятшмоны, тысячи эвакуированных из северных поселков. У нас есть эвакуированные с юга, эвакуированные с севера. То есть ситуация довольно сложная. Наши отвечают. И вот где тот грань, вот когда может наступить казус Белле, когда Израиль не сможет не ответить уже серьезно, так развалить полбейрута и так далее? Ну, мне кажется, что довольно просто. Чем больше, допустим, погибших, не дай бог, с нашей стороны, тем сильнее будет ответ. Если он начнет... Пять, десять, пятнадцать, сколько? Ну, я не могу... Я понимаю, это ужасно. Нет, я понимаю, что... Нет, это просто невозможно. Нет, Миш, я не прошу назвать эту цифру. Я просто пытаюсь понять, вот в какой момент будет считаться, что это уже не приграничный конфликт, а это уже полноценная война. Вот что для этого должно произойти? Ну, это скорее даже вопрос не к Извале, а к нашему руководителю. Да, как они будут... Слушай, можно предположить, что в былые времена, если бы не было сейчас войны... Айоги, да. Да, то вот такая скалация на севере уже вызвала бы гораздо более серьезный ответ, потому что там гибнут, есть погибшие солдаты, есть раненые, насколько я помню, да, есть раненые ремные жители, причиненные серьезные ущерки. Есть погибшие ремные жители? Есть погибшие ремные жители, совершенно верно. То есть есть жертвы. На жертвы обычно израиль реагирует очень решительно. Вот, поэтому если бы не война на юге, я думаю, что ответ был бы уже намного жестче. Но они, на самом деле, тоже понимают, он действительно понимает, что сейчас-то ситуация как бы устраивает... То есть он делает свое дело, то есть тревожит... Показывает, что вот он как бы работает... Показывает, что он участник, Израиль ему отвечает, но не так, чтобы его, в свою очередь, заставить наиски более тяжелого. И мы находимся в состоянии неустойчивого равновесия. То есть в любой момент может произойти что-то, что повысит, что начнется более... Да, начнется эскалация. Это может быть ошибка в расчетах тоже вполне. Он сразу в какой-то момент может решить, что пора действовать, потому что условия не изменились, но по сути... Но он решит, что они изменились, и тогда начнется тоже эскалация. Или наоборот, он будет снижать градус. Особо зависит от того, как он будет... Какие воды он будет делать из развития событий в Израиле, в секторе Газа и так далее. То есть там есть два направления, гражданское и военное. Чем решительнее Израиль в войне и в секторе Газа, тем меньше желание у нас встревать в эту войну. И чем сплоченнее, чем сильнее израильское общество, тем тоже у него меньше желания встревать в эту войну. Ну и наоборот. Если он видит, что в Израиле в этом обществе опять разлад, опять раскол, то значит есть неоднозначное отношение, то значит можно попробовать... Попробовать, да. Михаил, вопрос по поводу, так сказать, третьего фронта, который есть сейчас у Израиля. Это еминские хуситы, которые тоже, значит, объявили Израилю джихад, которые обстреливают ракетами. Вопрос мой следующий. Является ли их участие в нашем конфликте помощью Хамаса или наоборот они подставили Хамасу под ножку, зацепив по пути, кидая эти ракеты на нас, зацепив Иорданию, зацепив Саудовской Аравии. Я напоминаю, что сегодня под утро ракета, которая была запущена, баллистическая, кстати, они запускают баллистические ракеты, это большие, серьезные ракеты, так вот, одна из этих ракет была сбита силами ПВО Саудовской Аравии, она там летела над ними, то есть, тем самым, они как бы Саудовскую Аравию и Иорданию, так сказать, бросают в объятия Израиля. Это надо рассматривать как раз с точки зрения вот той самой цели, которую я упомнил, что их цель рассорить Саудовскую Аравию с Израилем, как это работает. Если Саудовская Аравия начинает сбивать эти все ракеты одну за одной, значит, она, получается, оказывается на стороне Израиля, значит, можно мобилизовать общественное мнение в арабских странах против Саудовской Аравии, то есть, можно ее обвинять в пособничестве сианинским бета-убийцам, как они нас называют, и можно спровоцировать беспорядки в самом королевстве, потому что в Саудовской Аравии тоже есть шиитское население, оно достаточно относительно многочисленное, и весьма недовольное властью, по своим внутренним причинам, как обычно, помним, что в Саудовской Аравии версия саудовского ислама, которая наиболее непримиримо относится к шиитам, и там есть недовольные, есть недовольные, которых Иран вполне может использовать, и поэтому у хуситов тут двойная тоже своя, двойная работа, первая, это вот провоцировать Саудовскую Аравию, то есть заставлять их либо поддерживать Израиль делом, то есть сбивать ракеты, либо молчать просто, да, и просто пропускать эти ракеты над собой, тогда начнутся к ним вопросы со стороны Америки, там, что же вы делаете, и так далее, эти ракеты имеют еще привычку иногда падать, вот там у них уже было несколько падений, были падения, у хуситов еще те искусные ракетчики, хусит один раз Мекку обстреляли, потом, ну, не в этот раз, а несколько лет назад, они обстреляли Мекку, и потом говорили, что это было случайно, и что они целились в Израиль как раз, но это было несколько лет назад, дело в том, что вторая их роль в том, чтобы показывать опять-таки Хамасов в том, что вот мы с вами, Иран с вами, вот, говорили, что Иран бросил вас на прорывал судьбы, нет, мы на вашей стороне, мы воюем, и вот видите, как он замечательный, несмотря на то, что мы от вас далеки, мы все равно полностью на вашей стороне, мы вам помогаем. По поводу, вопрос по поводу Турции, то есть вот этот эпатаж Эрдогана, вот этот митинг колоссальный на стадионе, где он там металл грома и молнии на голову Соединенных Штатов, на голову Израиля, отзыв посла турецкого, и его последнее заявление, что Бениамин и Таньягу для него вычеркнут, что он, в общем-то, не собирается с ним вступать ни в какие отношения и так далее. Может ли это свидетельствовать о том, что Турция предпримет какие-то усилия для сближения с Ираном? Я бы сказал, что они как раз вступают в роли соперников Ирана за первенство на этом чемпионате по выражению солидарности с палестинскими арабами. Тут интересно, что они совпали в этот лайн Эрдоган и иранский режим, они совпали, они пытаются воскресить вот эту старую парадигму, что весь арабский мир, шире мусульманский мир, должен быть объединен против Израиля и поддерживать значит палестинцев и значит никакой нормализации с Израилем быть не может, пока не договорились, пока не решена проблема палестинского палестинского арабов. И это первый момент. Второй момент, это очень легкий способ до сих пор заработать себе политические очки внутри страны. Он открыт, он же все-таки представитель политического ислама и для них пан-исламские идеи, они там, у него это действительно его идеология, поэтому он показывает своим сторонникам, что вот он ничего не забыл, он продолжает бороться за права угнетенных палестинских арабов так называемых и поэтому вот собирает витинги и так далее. Я видел какую-то интересную точку в зрении о том, что это вообще все направлено на предстоящие выборы органов местного самоуправления, что вот он перед этими выборами старается мобилизовать как можно больше на своих сторонниках, значит, сплотить их, чтобы выиграть местные выборы, но при этом он, конечно, играет с огнем, потому что провоцирование этих настроений, оно очень быстро выходит из-под контроля, Махачкала, там прекрасный пример и даже в самой Турции мы уже видели, нет, конечно, не погромы, но вот вывески на книжном магазине «Евреям вход воспрещен» и так далее, это уже слишком серьезно. Недаром турецкая оппозиция тут стала говорить, что вы вообще-то уже совсем не в ту степь идете, потому что одно дело защищать и поддерживать палестинских арабов это нормально, но Хамас поддерживает, поддерживает убийц, называть их борцами за свободу, как он сказал, это немножко перебор, даже с точки зрения других, ну турецких политиков, так что возможно, что он еще и просчитается в этом отношении и монстр, которого он выпустил на волю, да, может и на него наброситься. Ну, кстати, уже было, сегодня же, сегодня в Турции толпа пыталась штурмовать американскую военную базу, как бы, поэтому было такое серьезно, их там разгоняли водометами, там полиция, там очень серьезные были столкновения, очень много народу было пришло, так что уже первая ласточка в принципе уже есть. Первая ласточка есть, да, плюс у него есть оппозиция же не только в политическое, то есть политические парты, я не уверен, что до сих пор все люди, которые занимают высшие командные посты в турецких вооруженных силах, спокойно к нему относятся, я думаю, что многие из них помнят этот странный переворот 16-го года, поэтому вполне может быть. Да, что-то с интернетом завис, завис. Что если в стране начнется дестабилизация? Стоп, 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 был завис в интернете, значит, повторите, пожалуйста, фразу вот после того, что многие помнят странный переворот 2016-го года. Да, и я думаю, что если в стране начнется какая-то более серьезная дестабилизация, то Эрдоган еще сильно пожалеет о том, что он предпринял такой демарш против Израиля и всколыхнулся в народе вот эти вот антиизраильские, практически антисемитские настроения. Спасибо, спасибо большое. Михаил, спасибо, что приняли участие в нашей программе. Я напоминаю, что это был специалист по Ирану Михаил Бородкин, а наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. До свидания.